Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас снова спускается DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кошмаром, который продолжается до сих пор, обернулись новогодние праздники для жителей одного из деревенских домов в Красноярском крае. Их держат в страхе полтергейст. В комнатах летает мебель, бьется посуда, а у хозяев не проходят синяки. Досталось ли нашему корреспонденту Татьяне Панихиной, когда она попыталась заглянуть в параллельную реальность? Вот что. В нашей квартире вся и мебель, и игрушки, там вот шкафы разломанные. Все новогодние праздники жильцы этого дома в пригороде Красноярска каждый день выносят горы мусора. Разбитая посуда и мебель, осколки елочных игрушек и керамической плитки, целый ворох испорченной одежды. Все вещи уничтожило загадочное нечто. По словам хозяев, предметы самопроизвольно летают по квартире, по деревне ползут невероятные слухи о доме с привидениями. Они чем-то занимались, гаданием. Сейчас такой период идет, гадание, вполне возможно, чего-то они вызвали. Вызвать-то вызвали, а обратно посадить они его не смогли. В доме действительно все вверх дном. Стены и двери во вмятинах. Хозяйка, 72-летняя пенсионерка, вся в синяках и ссадинах. Женщина измотана бессонными ночами. Говорит, что устала от назойливого внимания журналистов и односельчан. Но разговоры о собственном безумии слышать тоже невыносимо. Поэтому Людмила Самсонова согласилась рассказать о своей беде. Только фамилию семьи попросила изменить. Летали люстры, отрывала камин, от камина плитку, аквариумы. Два аквариума разбилось. Все, все, весь хрусталь, все побито. Меня бьет, меня бьет так, что я к ребенку не подпускаю. Как настоящий мужик. Чудеса, рассказывают Самсоновы, начались в новогоднюю ночь и продолжаются до сих пор. Сегодня, например, с треском разодралась обшивка дивана. Никаких посторонних силуэтов и голосов хозяева при этом не видели и не слышали. Все происходит внезапно. В доме действительно творится что-то странное. Этот небольшой синяк на мои щеки тому явное подтверждение. Наша съемочная группа уже заканчивала работать в доме. Камера была выключена. И в тот момент, когда мы прощались с хозяйкой и ее внучкой в коридоре, мне в голову попала зажигалка. В отчаянии жильцы обратились за помощью в милицию. По словам участкового, при нем по квартире предметы не летали, но масштабное разрушение пришлось зафиксировать в протоколе осмотра места происшествия. По совету милиции, хозяева обратились к экстрасенсам, спасателям и священнослужителям. Батюшка окропил квартиру святой водой, окрестил всех членов семьи, но чертовщина продолжается. Специалист по паранормальным явлениям Юрий Лабин не первый год исследует необъяснимое. Он уверен, что происходящее связано с 11-летней внучкой Самсоновых. Погромы всегда случаются, когда девочка находится дома, в отсутствии ребенка все спокойно. Человек, который обладает очень мощной отрицательной энергией, очень мощной. Но этот человек или его обидели, или что-то с ним случилось, что у него такой произошел взрыв отрицательной энергии, мощный. В пострадавшей семье тоже пришли к выводу, что болтергейст каким-то образом связан с девочкой. Странности происходят лишь там, где находится ребенок. Кстати, подросток был поблизости, когда в меня вдруг угодила зажигалка. Родители опасаются за здоровье ребенка и уверяют, что такая известность их семье не нужна. Девочку прячут от посторонних глаз. Больше придуманного показывают, что чуть ли не на метле ребенок летает, хотя такого не было. Личнее обвинение, что в адрес ребенка. Ясны картины того, что все-таки происходит в доме номер 9 нет до сих пор. Прямых доказательств присутствия сверхъестественной сущности обнаружить не удалось. После нескольких часов в доме работали скрытые камеры, но ничего странного техника не зафиксировала. Семье Самсоновых уже предложили свою помощь ведущие психиатры края. Только после полного обследования медики смогут сказать, что это мистика или мистификация. Татьяна Панихина, Виктор Мельник, Андрей Руднев, телекомпания НТВ, Красноярский край, Емельяновский район. Обычный с виду дом в небольшом чешском городке стал настоящей достопримечательностью. Вот уже несколько недель в нем случаются необъяснимые вещи. Горят розетки и кухонные полотенца, в аквариуме сама собой закипает вода, бьются стекла и лампочки. Семья, проживающая в этом доме, до сих пор не может понять, кто или что все это делает. Кто-то играет с нами, какая-то паранормальная энергия. Мы с ужасом ждем, что случится в следующий миг. Необычным домом заинтересовалась чешская телекомпания. Журналисты предложили хозяевам установить скрытые камеры во всех комнатах. Сразу после начала съемки в спальне вспыхнула розетка. Несколько дней дом и прилегающую к нему территорию исследовали специалисты, но никакой радиации или электромагнитных излучений так и не нашли. Наши специалисты нашли некоторые высокочастотные волны, но они были столь малы, что не представляли никакой опасности. Сейчас жители злополучного дома живут у соседей и постоянно следят за тем, чтобы их жилье не сгорело дотла. Мэр городка пообещал, что если ситуация не улучшится, администрация выделит семье новый дом без привидений. Продолжение следует...